Красногорск вновь принимает участников Московского областного творческого фестиваля «Сияние надежды». Таланты в стенах культурно-выставочного комплекса «Знаменская Губайлова» демонстрируют студенты среднеспециальных учебных заведений, имеющие ограниченные возможности здоровья или инвалидность. Инициатором конкурса выступил Красногорский колледж, благородное намерение которого поддержали на уровне региона. Это особенные дети. Дети очень сильные, дети имеющие свои таланты. И не так уж много конкурсов, фестивалей проходит, дающих им возможность раскрыть себя. Дети сияют на таких конкурсах, именно эти дети. Поэтому я думаю, что этот конкурс, он очень необходим. Он всегда посвящен Международному дню инвалидов. И сегодня традиционно он состоялся в пятый раз. Сегодня у нас такой маленький юбилей. Мы очень рады. Это самый большой проект в рамках нашего ведомственного великого проекта. Почему большой? Самое большое количество участников в Московской области. Действительно, на пятом фестивале довольно широкое представительство. От 34 колледжей и муниципалитетов Подмосковья участвуют без малого 100 конкурсантов. В то время как первое «Сияние надежды» собрало лишь около 40. Количество номинаций, впрочем, неизменно. На сцене ребята выступили с песнями, музыкальными композициями и поэтическими номерами. А мастерство фотоискусства продемонстрировали онлайн. Минуту славы со многими участниками разделили родители. Такие мероприятия важны для ребят прежде всего для того, чтобы они себя почувствовали уверенно в себе, для того, чтобы они почувствовали, что они нужны в этом мире и могли дать добрую надежду для окружающих, которые на них смотрят. Самореализация в творчестве – это не только способ социализации и реабилитации. Поверить в собственную исключительность и передать эти ощущения публике подвластно только сильным и уверенным, раздвигающим границы. Впрочем, соревновательную составляющую фестиваля никто не отменял. А посему жюри предстоит задача в каждой из пяти номинаций определить победителей, которых ждут заслуженные награды.